На самом деле чистой попиаткой архамана осталось единиц. Пациенты употребляют то, что не могут употреблять, то, что у них есть на сейчас. Если сейчас есть доступ к кустарным попиаткам или шерке, это будет шерк. Если сейчас можно достать ромодол, это будет ромодол. Нет ничего, пойду куплю сплёвки из программы, что-нибудь другой вид, как мин. То есть нет, поэтому иногда таких пациентов можно стабилизировать в рамках заместительной терапии. Следующий момент, очень важный. Всегда, всегда стратегия снижения вреда, она всегда вызывала противодействие поначалу. Потому что я помню такое время, когда начинался обмен шприцов. Замечательная мера, она тоже меняет распространение эпидемии ВИЧ-спида. Но мы сидели в студии, был прямой эфир, люди звонили, ругались. Так-так, мы ветераны Великой Отечественной войны, когда еще. Там шприцы не дают. Да, там шприцы не дают, и каким-то там попитками подонкам дают. Ничего, смирились спокойно. Сейчас это обычное, обычное, обыденное дело. Я думаю, что из программы заместительной терапии будут также эти политические страсти улягутся. Я считаю, что у страны есть больше, более важных проблем. Надо обратить внимание, и все в этом плане будет нормально. Потому что действительно количество, которое мы считаем, это только начало. То есть для того, чтобы дать ответ на эпидемию ВИЧ-спида, необходимо, чтобы не менее 35-40, а лучше 50% многозависимых в Украине принимали заместительную терапию. Тогда мы получим реальное уменьшение ВИЧ-инфекции, хорошую приверженность. И тогда, может быть, мы, как американцы, осторожно заговорим об окончании эпидемии ВИЧ-спида. Еще нам, конечно, до этого далеко. Еще один очень важный момент теоретически, на котором я хотел остановиться. Почему так все происходит? Наш взгляд, он патерналистический. То есть человек должен или употреблять наркотики, сидеть в тюрьме, или умирать, или выздороветь. Второе, возможно, в лучшем случае до 10-15% пациентов могут пойти в какую-то стойку ремиссии большего возраста. То есть выздоровление невозможно. И когда мы оцениваем программу заместительной терапии, ее надо оценивать в процессе, потому что человек получает эту терапию. И если улучшается его социальное функционирование, это и есть победа. Если он не умер от передозировки и сидит в тюрьме, и заразился СПИДом, это и есть успех программ. А еще я вам хочу сказать, не буду вас шокировать, но я вам хочу сказать, как поступают наши прагматические коллеги. Значит, в Италии успехом программы считается, если количество инъекций незаконных уменьшилось на 60%. Это тоже считается. То есть все прекрасно понимают, что все равно какие-то вещи будут продолжаться. Но если хотя бы за 60% уменьшилось количество незаконных инъекций кустарными веществами, или даже не кустарными веществами, а незаконными веществами, это уже здесь предмет был успех. Мы, наверное, от этого далеко, я не стану шокировать рассказами о комнате безопасного потребления. Ну, вообще-то мы идем в Европу, в Европе они есть, комнаты безопасного потребления наркопису. А, Швейцария, Германия, когда говорят, что мы остановили программу методолога, и я в доме, и начали серый маршрут. Причем, самое интересное, в Берлине я видел, что немцы ходят в комнату, а чеченцы, которые живут в Берлине, они предпочитают ходить в этот комплекс, который тоже ездит на машину без безопасного голоса. Что касается нашей программы, значит, сейчас у нас есть 580 мест Петадона и 32 мест на Буглинофиме. Места практически заняты, не стану я перечислять, вы знаете, где находятся сайты, они есть в Полтаве, в Полтавине есть как наркодиспансеры, так и в ТУК-диспансере, они есть в крупных городах, таких как Комсомольск, Кременчу, Гудны, Гадич, они есть в центральных военных больницах Кобыля, Зинькова, может, еще какой-то там, забыл уже, да, Пирятина. Вот. Что мы можем вам сказать на примере? Цифры примерно одинаковые. В отчете вы посмотрите. Я вас поздравляю. Продолжение следует...